потому какой ажиотаж сейчас вокруг первого турнира потому какой в целом спрос на продукт и все в мире ну я думаю что обречены эти ребята на успех состав участников хоть сейчас принято подвергать обструкции турнир в качестве в части состава я все-таки с этим не соглашусь я считаю что достаточно приличный пул бойцов будет выступать может быть нет каких-то супер звезд на которых многие рассчитывали но турнир не номерной турнир 1 и для первого турнира вполне достаточно нет интересное событие конечно она уникальна своем роде потому что первый турнир юси юси это лидер мирового рейтинга организации которые проводят бои по правилам и много наших именитых и титловных бойцов будет выступать в этом бою я конечно буду болеть за всех наших земляков за всех наших россиян и ну к сожалению а может быть и к счастью меня там не буду присутствовать мне предлагали тоже в нем поучаствовать но я отказался и потому что у меня есть свои планы это действительно такое вот важное событие для страны для россии вообще для мира смешанных единоборств нашей стране мое мнение что наверное важнее было бы что наши промоушены развивались лиги скажем так существовали будут существовать и приход юси в россию это где-то даже плюс для лиг которые существуют в россии почему потому что узнаваемость ммай так или иначе растет узнаваемость вида спорта он узнаваемость явления сегодня человек пришел на и все следующие си через полгода он примеру посмотрел ему понравилось он решил осмотреться что у нас еще есть на повестке дня и к примеру к примеру турнир fight nights так а что это такое начинают люди интересоваться погружаться появляются новые фанаты поэтому это большой плюс для всех и одно другом не противоречит на самом деле с появлением весе в здесь в россии российские лиги будут только развиваться если говорить о сравнивать бой блаховича и крылова с боем например ханта и олейника то это просто поединке скажем так по своему назначению по своей природе где-то но разные то есть хант олейник это поединок аль хант это самый звездный человек в составе участников например там 26 участников и хант это действительно легенда такая легенда должна быть в карте олейник это тот человек который наряду с волковым например могут теоретически встретиться с хантом в клетке если брать всех россиян поэтому он выйдет против него но мне кажется ему сложно будет выиграть бой в барс в борьбе с олейником потому что олейник это человек который в борцовском мире известен как очень серьезные серьезный оппонент серьезные борец да и вообще поймем и тоже много боев завершил там в своем борцовском стиле проводил такие интересные удушающие приемы но марк ханта я знаю еще со времен как бы кикбоксинга на него смотрел и тот спортсмена которого нас на самом деле на котором я вырос но болеть будут земляка я считаю что выиграет олейник потому что у ханта безусловно есть очень серьезный аргумент это там очень тяжелый очень точный удар но это проходит тогда когда твой оппонент тоже хочет подраться так было бою с фрэнком миром так было бою но с некоторыми ребятами которые просто хотели подраться с хантом я думаю что лёша будет работать на результат и если он затянет говорится на сленге вниз ханта то удав он же олейник должен сделать свое дело то есть я думаю что как раз-таки он этим бой закончат досрочную победу удушением в этом противостоянии я буду просто как мне будет просто интересно смотреть ни на кого как бы предпочтение не отдаю и не 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 выражаю свою позицию как бы хорошо знаю андрей то есть на знакомые с абдурахимовым в одном зале тренировались было бы наверное неправильно кого за кого-то болеть будут болеть за хороший бой чтобы без травм чтобы его обоих буду болеть за такой бы чтобы потом они после боя то есть независимо от результата обнялись и пожали друг другу руку я думаю что фаворит все-таки орловский почему потому что шамиль дурахимов всегда считался бойцом с очень высоким потенциалом но этот потенциал мы увидели его победы но мы так и не увидели на что он по-настоящему способен если он так и не раскрылся то он ничего он орловскому предложить не сможет потому что андрей орловский ну скажем так это не тот парень которого можно переиграть за счет там борьбы в чистом виде так не получится он он хороший лагерь видно же по социальным сетям что он в лагере с минаковым солейником был там все борцы борьбы его не удивишь на ногах он стоит он зрелищно скоростной он все еще в нормальном для тяжеловеса возрасте то что многие говорят что плохо держит удар но я и не видел чтобы абдурахимов кого-то так точно и сильно бил чтобы закончить бой одним ударом поэтому я считаю что орловский победит